Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest Начну, пожалуй, с тренировки. Сегодня было обновление какое-то на 120 с лишним мегабайт, но по-моему, ребята, ничего тут нового не добавили А хотелось бы... Так, отправляем опять команду тренироваться Так, на арене 15 карточек на термины И, помимо этого, мы еще получаем с тобой вот такую награду Слушай, ну то, что ползун выпал, 17 карточек, это очень даже неплохо Так, новый сезон, естественно, мартовский, награда высшего уровня это 15 тени толкаев, да? Физкульт-привет, роботы, короче Ну давай, давай, разомнемся, почему бы и нет Так, новый противник Новый противник Ну давай, посмотрим Фехтовальщик пошел Нашинкуем, конечно же, какой тут нафиг может быть, ребята, новый противник? Он любого тут прочикает Все Без колебаний Взял и уничтожил замок Так, а у нас на ежедневках что находится? Давай посмотрим Оооо Слушай На ежедневках у нас разыгрывается ползун Ползун-то нежить, да? Ой, подожди, ползун-то захватчики же Да Да-да-да, ребята За ползуном идти надо Надо Выберите свой отряд Ааа, у меня Слушай, ну я вспомнил Это где Зомби-камикадзе у нас, да, получается И ползун Ну Сам знаешь, что здесь нужно сделать Нужно, естественно, уничтожать Другого, другого варианта просто нету Так, фаербол у меня еще не готов Ааа, сейчас бумкнет всех На тебе Кровожадная голова Нормально Ну давай ты бомби, бомби, бомби По этой, по базе, по его Я ненавижу, когда так получается Когда они выходят оба На тебе И нам нужно будет только лишь добить Только лишь добить Не так-то все это просто Ну что ты там встал-то, эй Стоит там, смотрит, обнимается Какой он заторможенный, а И Да Все, ребята Ну, обычно мы быстрее проходим Что-то сегодня как-то у нас Подзадержалось Так, 23 карточки сюда На базу мне, пожалуйста На базу Спасибо Так, если я не ошибаюсь Нам остается сотка Но тут еще награды Поэтому где-то около 90 карточек Нам надо будет Для того, чтобы ползуна Прокачать полностью Ползун Ну, что я тебе скажу Против Ронина Ползун заходит на ура Против зомби-камикадзе Ползун заходит на ура Он много где, ребята, может Сделать, как бы, со своей помощью Может обмануть Пришельца Да Просто подставляешь этого ползуна И все Сохраняешь Довольно сильную карту Отдаешь на растерзание Просто-напросто ползуна Я, как бы, считаю, что это Выгодная, ребята, сделка Получается Так, фаерболл готов? Готов На тебе, Харя Мечник Ну, как ты долго Ну, как ты долго И он еще умирает И тут нельзя никак предугадать Понимаешь, что сейчас он вызовет Опять этого зомби-камикадзе И он накроет всех Бесяво вот это вот, конечно Поэтому здесь мы живем от фаербола до фаербола Ибо по-другому никак Давай-давай, мелкий, беги Чеши, чеши, что есть сил Эть Эть И не хватило ему силенок Добить замок Понимаешь ли Готово Слушай, ну и прекрасно Так, мы получаем 12 Как, или 13 Еще сверху, да? 13 карточек, ребят И последние 8 карточек пойдем заберем И уже будем проходить Основную сюжетку Раз, два, три Хотя можно было бы Вот это вот, в принципе, не снимать Можно было бы Один бой показать И все Для тех, кто не помнит Что здесь происходит Но Ладно Пускай будет так, как есть Короче, максимальное количество энергии Как ты заметил Наверное, тысячи Так что Имей в виду Выше тысячи Ты уже не сможешь набрать Никак Чего бы ты тут не делал бы Ничего же тебе не получится Ай, зря, зря, зря я так делал А может, и не зря Не, нормально Смотри Слушай, даже хорошо Зомби после смерти Не оставляет после себя Эту ядовитую лужу Что очень даже хорошо Что очень даже хорошо Добиваем Все Прекрасно Я доволен, как удав Давай мне последние карточки Так, восемь штук На ползуна И сейчас можем даже посмотреть Там, по-моему, около девяносто Карточек нам нужно будет найти На ползуна И он станет у нас топом Ну, топом я имею в виду Он будет иметь Все пять звезд Так, у нас тут еще квесты Выполнены Да-да-да Две штуки И хотел я глянуть Так, армия Ползун, да? Вот он, ползун Ребята, девятьсот двадцать семь Остается семьдесят три карточки И все будет у нас Тип-топ Ну что, а теперь А теперь у нас Давай-ка мы, наверное, поменяем Кое-какой состав Вот здесь сделаем небольшие изменения Так, хочу Если я сакуру уберу Что мне можно вместо сакуру поставить? Трансформатор А что, у меня А у меня ничего не прокачано Ну а что, если я, например, возьму Нет, ни банши Вот, когтистого сюда Вместо ниндзи возьму Лучницу Ишь, башни нет у меня нормальной путевой Как бы, ну, сакуру-то единственный вариант Для меня А если вместо богини солнца взять Лорда пустоты Давай посмотрим Вот такую вот команду Обновленную Я думаю, что, в принципе, должна нормально Она здесь разруливать Ну, единственное Что, вот, лучник По скорости Он намного слабее, ребят Чем ниндзя Ниндзя все-таки быстрее лупит Че, никакого крыстяшки не будет, что ли, сегодня? Ну-ка, когтистый Влупляй На Лучницу Замедляху Смотри, когтистый Просто издалека Мечник даже не может до нам дотянуться Этот Паладин Но у лучницы есть один небольшой Как бы, так сказать, плюс Она может поджигать противников Ну, в общем, нормально пошло Ничего не могу сказать плохого Но еще и противник пока не топовый у нас Ну что, третий этап Смотрим, что здесь Здесь грифон Вот, вот, ребята Вот здесь надо быть аккуратным Потому что он А, нет Когтистый тоже Когтистый достает Воздушной цели Так что Я что-то забыл, что он Размашистый удар же имеет Так, стоп Стоп, 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 стоп Парень Гуляй-ка ты нафиг Мне нужен Танк Ну, конечно, конечно же Уступает он Тут уж не поспоришь, ребят Когтистый Когтистый уступает Как танк Но если взять Очень много когтистых То это будет, конечно, беда Для нашего противника Это будет просто беда Сейчас мы с тобой это проверим Так И вот А вот грифон Он может, конечно, ребят Своим одним Смертным криком Уничтожить Вот эту армию лучников Причем в легкую Стоит ему сделать Предсмертный хрип И все Ну, а мы уже Как ты видишь, видишь Мы Поджигаем замок И он, соответственно В разы начинает Быстрее тереть свое здоровье Но долговато Получается у нас Разобраться С этим замком Долговато А тем отрядом У нас выходило Все намного быстрее Так, ну что я здесь Ничего такого Страшного не вижу Так что Давай Смотреть Ну да Там есть этот крестьянин Ну Если мы сейчас, например Отправим в первую очередь Вот так А за его спину Поставим Лучника Соответственно С плюс Когтистый И молотильщик И плюс еще Вот так вот То это будет Ядреная Соленая такая Закваска для них Ну в общем Ты понял Да Я думаю Тут только дурачок Не поймет В чем здесь прикол Отлично Отличный Расколбас идет Почему вот этих Голова не отлетает У них Поприори Должна Отваливаться Голова И при этом Наносить Чур Но они Что-то Особо с этим Не спешат И все-таки С одним Танком Сложновато Вот Вот Голова Наконец Вылетела Ох Хорошо Лучники Колбасят Поджаривают Паладина До хрустящей курочки Блин По времени Да Конечно Тут получается Немножко Беда У нас Считай Две минуты Уходит только На один Поединок Как бы Критично Потому что Еще надо Замок Уничтожить Да Отряд Хороший Но он Слишком Медленный Вот Я бы Так Стал И Медленный Он только Из-за Одного Персонажа Это Таракоши Таракоша Должен всегда быть Танк Должен быть Всегда На переднем Фланге Потому что Он должен Прикрывать И лучников И всех остальных Но так как Он еле доходит Соответственно Моих лучников Когтистых И молотечка Уничтожает В первую очередь Так У них Кто-то здесь Босс У них Здесь Босс Епископ Ох Ну давай Посмотрим Я просто хочу Ребят Посмотреть В действии Нашего Босецкого Лорда Пустоты Как он себя Здесь будет Проявлять Погнали Я просто Сейчас хочу Его призвать В первую очередь И посмотреть Как это будет Все выглядеть Как он будет Притягивать Оттягивать И тому подобное Как-то вот Таким вот Образом Это все Должно Работать Но Что тебе Сказать По этому Поводу Я не знаю Ребят Что сказать По этому Поводу Опять же Ребят Опять же Опять же Проблема В танке Очень Уж Очень Он Медлительный Да и Лорд Пустоты Буду Честен Не то Что бы Хотелось Как он Долго Все это Делает Ну Его еще Уничтожили Делаем Выводы Друзья Мы Делаем Выводы Что Здесь Здесь Нужен Очень Быстрый Танк Ну Никак Не Таракоша Все бы Ничего Но Очень Медленно Да Да нет За 4 секунды Мы Не успеем Ребят Уничтожить Вот В принципе Вам и Вариант Лорд Пустоты Туфта На самом Деле Просто Туфта Поэтому Давай Мы Попробуем Поменять Поменять Вот этих Вот бойцов На что-то Более Прогрессивное Давай подумаем Если я Например Из танков Возьму Слушай Если я возьму БФГшку Например БФГшку Вот так Блин А бог ветра У меня не прокачанный По-моему Давай Сделаем Так Нужен Хороший Танк Тигр Что-ли Брать В роли Танка Наверное Голема В роли Танка Будет Нормально Вот такой Отряд Мне кажется Должно Быть Нормально Так А у нас Он что Не прокачанный Что-ли Ё-моё Ребята У него Три звезды Всего лишь У смотрителя Оказывается Три звезды Это Это слабо Будет Ну Дед Старый Дед Ё-моё Против него То фиг Ты поспоришь Там Такая Моща Идет Что Никто Даже Ничего Сделать Не сможет Лорд Пустоты Да Он Очень Медленно Ребята Выпускает Свой Этот И Урон Наносит Не Такой Насколько Я ожидал В общем Не понравился Он мне А вот Что ты Скажешь Напиши В комментариях Здесь Если я возьму Например Сейчас Старого Война То Ну Сейчас Будет Очень Жарко Ему Очень Жарко У него Размашистый Удар Ребята Он Будет Попадать Практически Угу Он Уже Вышел Да Да Епки Епископ Просто Лицом В землю Нафиг Бфг Ну куда же ты Идешь Там Ай И сразу Да Грифон В этом плане Конечно Очень Бесявый Очень Бесявый Че У нас Так Времени Мало Осталось Ребят 45 секунд На все Про все Ну вот это Вот как Называется Ё-моё А Все Грифоны У него Срабатывают Да вы Серьезно Что Либо Все Абсолютно Все Грифоны У него Сработали Да Ты Издеваешься Блин А Фух Старый Войн Молодец Блин Ну это Все Ребята Это Это Не То Слишком Медленно Слишком Ребят Слишком Медленно Ладно Забираем Награды Наш Сундук Подданных Фитовальщик Башня Плюс Монеты Так И у нас Территория Нежити Территория 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 Так Территория 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 Он еще одну, да, летучку призвал Готово, блин, он подбил, успел, успел мне уничтожить все-таки Так, заморозка Заморозка срабатывает только на наземной цели, воздушной вообще не трогает Да что ты будешь делать, что тут за фигня-то? Есть контакт, разбомбили Я вот еще раз повторю, ребят, я заметил, что в играх, даже несмотря на то, что у противника меньше уровень, они почему-то все равно кажутся сильнее, чем мои Я не знаю, с чем это связано Просто не могу тебе даже сказать Может так специально задумано или что Я их не могу расколбать То есть мы их колбасим там целой армией Когда они же идут против меня Когда я, точнее, иду против них Таким же составом, с таким же уровнем Меня там расхлестывают только шорох Вот такие вот пироги С котятами Так что Никогда тут не будет справедливости Никогда тут не сыграешь честно на равных Давай, иди Ты у меня будешь смертник Хотя он выживет, ребят, после взрыва Видел? Что он, вот говно после себя вот это оставляет Лужу эту Нет, конечно, не есть хорошо Некра, иди сюда Вот она еще после смерти оставляет свои черепки Вот эти бесевые Да, и всадника подбили Замечательно Тыквоголовый мне нравится по всем аспектам Да, пускай у него не самая мощная атака Из дальников Но шуршит он, конечно, великолепно Так же, как и баллиста мне нравится Вот это была подстава Вот сейчас было просто подстава Взял всю армию мне Практически уничтожил Мало того, что он сделал взрыв Так он еще после себя оставил лужу кислоты Где моя армия, грубо говоря, кипела и томилась Теряя здоровье Так, вот здесь вот, когда у них прибавляется призрак Для тыквоголового Это лишний геморрой Почему? Потому что постоянно призрак летает Наносит он хороший урон Тем более по дальникам А тыквоголовый у меня только один Из дальников Который может прикрывать Но Выпустил, выпустил Карагандулю Естественно, паладин Паладин будет Противостоять Этой чумной мыши Но тут надо сразу, ребята, вызывать И всадника на журавле Так, хорош Вот так вот, другой разговор Вот, ребята, смотрите, как тыквоголового быстро Буквально три удара, три касания Делается по нему И все, ему Ханарики Он погибает Он погибает То есть он только успевает Один удар по замку сделать И то, если Спереди никаких противников нету Если же спереди выходят противники Он, соответственно, свою тыкву бросает Именно в него Ох, ядрен матрен Ладно Значит, жнец Значит, жнец Ну, я не боюсь, в принципе У меня есть друидка Но давай попробуем как-то Быстрее все это сделать Быстрее нанести ему Поражение Получится ли Ну, понятно, что всадник здесь погибает Это все притягиваем Естественно, тоже уничтожаем И вот теперь В самое время Дождаться друидку И, конечно же, ее призвать Сейчас все у нас Должно быть окей Плюс друидка, естественно, будет Ставить Тотемы на отхил И будет у нас Все четенько Так, кто-то там мне Уже За кадром чирикает Пишет Что-то слишком много сообщений Так что, ребята Не обращайте внимания Это не у вас Это у меня Там кто-то что-то пишет Опа Друидка Не вздумай подходить к нему Правильно-правильно Лучше отойди Жнец Это такая штука Что, мам, не говорю Звезда нет Плохо будет всем Есть А теперь у нас Ровно минута, ребята Чтобы завершить Чтобы подбить Вражеский замок Даже уже меньше, чем минута Армия, слушай Смотри, какая Нормально так идет Давай-давай-давай-давай Разноси-разноси Есть Друзья мои Ну Победа Победа И мы забираем Наш сундук Сундук нежитей Где выпадает нам Вот такие вот награды Ну что, ребята Нефритовая долина Поехали Ммм Тигр плюс Копейщик Тигр плюс Копейщик Ё-моё Взять этот Поставлять Ой Сижу, жду, блин Тут же 225 энергии надо Сейчас Сейчас выйдет Выскочит Блин Ну Луч Нормально Первый этап У нас прошел Более-менее Двигаемся дальше Второй Ну второй этап Здесь только копейщик И это Я думаю, что можно Наверное И вот этим Отрядом Поиграть Чтоб Сэкономить Хм Ну давай Узнем Джиггернауты Ага И Фехтовальщики Давай-давай-давай-давай Нашинковываем их Нашинковываем Тигр, блин Тот Несчастный Вот-вот-вот О чем я и говорю Вот такие вот Он пакости делает Джиггернаут у меня Блин Подбитый Стоит Есть Ну что Продолжаем На третьем этапе Кто? Ёп Парас Это Ронин Ронь Ёп Ну хотя У нас здесь Есть В принципе Все, что Может ему Помешать Есть Ползун Да-да-да-да Конечно Ой Повезло Он же Сейчас Опять Вызовет Давай Родной Беги Блин Этот Тигр Опа Ну что Там Да блин Да Какого Лешего Слушай Наверное Нам надо Вызывать Этого Поздно Уже По-моему Тут Кого-то Вызывать По-моему Тут Ребят Поздно Кого-то Вызывать Опа Хорошо Вот сейчас Ребята Вообще Было Замечательно Так Все Я Короче Накапливаю На жнеца И Призываю Давай Давай Жнец Пойдешь Ну опять же Тигр Если выйдет Это нам Не поможет Вообще Никак Своей Душой Сейчас Этой Е Нормально Здесь Справились Тяжеловато Было Но Все Вроде Прошло Так Давай Далее Третий Этап Здесь Ниндзя Уже Прибавляется Ронина Здесь Нет Поэтому Возьму Наверное Вот этот Отряд Наш У нас Тут Ронин Мак Рыцарь Сейчас Думаю Что-нибудь Допридумаем Так Выбежишь Да Чего Он не Выбежит Вот Чего Ребят Не говори Но Ниндзя Это Конечно Трэш Просто Трэш Сейчас Еще Заколбасит Опять же Давай 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 Ну Ёп Парас Ты Блин Душа Никакой Души Не будет Конечно Очень хорошо Ребят Помогает Отражение Очень Хорошо Когда враг Начинает Бомбить И в этот Момент У Рыцаря Мага Врубается Отражение Весь Урон Он Получает Себе Обратно Это Конечно Очень Хорошо Спасает Главное Вовремя Так Здесь Значит Ронин Здесь Богиня Солнце Здесь Здесь Еще И Ниндзя Блин Горелый А Слушай Что если Я прыгу На Заменю На Блин На зомби Камикадзе Давай Наверное Так и сделаем Здесь Я уберу Зомби Камикадзе Вместо Него Поставлю Ниндзю А вот В этом Нашем Отряде Я уберу Прыгуна И поставлю Да Зомби Камикадзе Вот так Вот Почему Зомби Камикадзе Из-за Ронина Только Лишь Из-за Него Я же Знаю Что он Будет Его Выпускать Странно Не стал Он Выбегать Что приятно Удивило А в этот раз Бежит 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 Успеет ли Успел Да иди ты Ну вы Серьезно Что ли Сейчас Что-то Пошло Ребят Все Не по Плану У меня Здесь Поехали О Хорошо Опять же Нас Спас Красный Луч Ну пока Еще не Совсем Спас Но Тем не менее Да Добейте Вы Уже Этот Замок Несчастный Есть Ну что Ж Вот В принципе Ребята И Прошли Мы Этот Этап Что Там Черепаха Богиня Солнца Оу Так Мы Уже Прошли Крипта Так Замок И Слизень Морпех 218 Портал Так Ребят Ну что Здесь Территория Захватчиков Дальше Идет Территория Роботов Нефритовая Долина Долина Подданных И опять же Две территории Захватчиков Будут Две Территории Захватчиков Есть Я Ну слушай Ну первый этап Можно взять И вот этот Вот Первую базу Взять Голема И как обычно По стандарту Голема Прикрывать Нашим Вампирчиком Да Дорого Дорого он стоит 350 Это Ну Как по мне Ребята Это перебор Еще и этот Там лезет А Офигеть Он толкает На Нафиг Достал Тоже там Толкаться Давай родные Наяриваем Наяриваем Не разговариваем Опять он вылез Ага Есть Ну Первый этап Более-менее Прошли БФГшки там Конечно попрыгали Маленько Но ничего страшного Так Давай дальше смотреть Здесь у нас энергии нет Тут есть Ну В принципе Отряд неплохой Поэтому Он должен тут справиться Так Щитобот Плюс Паладин Лучше наверное всего Вызывать всадника На жаруле Потому что он будет 100% вызывать Стража Давай-давай-давай-давай Всадничек Есть Молодец Красавчик И три тона Туда Правильно Так и надо И вот наш всадник На жаруле В принципе нормально Там его Бомбит Еще сделаем Притяжение Замечательно Все Все Очень даже Хорошо Так Переходим С тобой На третий этап Смотрим Здесь энергии К сожалению Не осталось Здесь Последняя энергия Вот здесь Вот есть Но Здесь есть Один Один противник Который Меня вымораживает Конечно же Это бородавочник Это именно он Особенно Если он выбежит В истерике А он выбегает В истерике Ребят Хотя Я ползун А че В плане Ты Он взял Ребята И пролетел Мимо Сфига ли Блин Ползун мой Просто Пробежал Мимо Это нормально Не Ну как вы считаете Это нормально Что он просто Ползун Летел И пробежал Мимо Этого бородавочника Это я считаю Что это Нифига Ненормально Хорошо Ладно Идем дальше Здесь у нас Еб Барсоты Здесь хищнец Ну насколько я помню Наш фехтовальщик По моему Он быстрее хищнеца И он его Быстрее нашинкует По моему Всегда так было у нас Да Сейчас мы проверим Да Он прям Топчик Но здесь Он уже Не пройдет Здесь Он уже Обломится Переломится Так Страш Появился В плане Он же В клетке Был Вот это Конечно Вообще Непонятно Как сейчас Было Сделано Он был Значит В клетке И все равно Атаковал Может быть Клетка По нему Не попала Ну как Не попала Ну что Ребята Погнали Здесь у нас Будет Босс Смотритель Поэтому Как всегда Наши доблестные Отряды Рыцарь Маг Плюс Ронин Со своими Бивнями Сейчас Оу Щит Щит На Нафиг Погремуха Через Отражение Этот Себя Бородавчик Убил Через Отражение Потому что Она Врубила И он Соответственно Получил Львиную Долю Урона Ну а тут Сам Понимаешь Уже Все Еще и Ронин Бежит На Шикарно Просто Ребят Шикарно Так Сундук Захватчиков Забираем Пришелец Сфера Немножко денег Дали И у нас Территория Роботов Джаггернаут Плюс Толкатель Так Подожди Джаггернаут Плюс Толкатель Тут энергия Осталась Сгульки Нос Ну что В первую очередь Вызываем Джаггернаут А потом Это все Дело Наверное Прикрываем Ниндзей Или же Можно Фехтовальщика Взять Тут Как бы Есть Варианты Лучше Наверное Взять Фехтовальщика Почему Потому что Ребята Он В гневе Наносит Больше урона Да Больше Наносит урона Сейчас мы Еще Разберем Здесь Этого Реп Как его Репульсора Завалим Давай клетку Поставим Вот Смотри Опять же Ну клетка В нем Была Как он Может Двигаться Я не Пониму Странно Как Получается Клетка Была На нем Я же Видел Он Стоял В клетке И все равно Он что-то там Махал Махун Несчастный Да Ребята Все На сегодня Будем Закругляться Потому что Энергии К сожалению Больше Нету Так что Всем большое Спасибо за просмотр И до новых Скорых Видосиков Продолжение следует... Спасибо за просмотр